В Ненинском округе прошел муниципальный этап региональной олимпиады по ненинскому языку. В знаниях по родному языку соревновались 67 победителей школьного этапа. Подробности в материале моей коллегии Александра Литковой. Восьмая ежегодная олимпиада по ненинскому языку стартовала в октябре. В школьном этапе приняли участие 117 человек. Среди них шестиклассница Ненинской школы-интерната Марина Канева. Она участвует в олимпиаде в третий раз. Пока дойти до финала ей не удавалось. Но, как признается Марина, главное для нее проверить свои знания и получить новые. У меня низкий язык. На нем довольно мало людей говорят. И это мой родной язык. Я считаю, что его просто изучать, потому что все его понимают. И мне легко. В муниципальный этап из 117 учащихся окружных школ прошли 67 человек. Интеллектуальные состязания данного этапа включают задания на знания лексики и грамматики ненинского языка. Муниципальный этап у нас в основном такой творческий. Здесь мы сосредоточили устную и письменную речь. Не случайно тут у нас и видеофайлы будут нам посланы. Ну, как в качестве этого задания письменная речь, мини-сочинение. А затем на третий этап у нас уже идут тестовые задания. Различные задания будут и по чтению. Следующим этапом станет региональный. Он пройдет в Наринмаре в феврале следующего года. Победитель отправится на межрегиональную олимпиаду по краеведению и языкам народов Крайнего Севера в Салихард. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.